Всем привет! Я на работе. Сегодня вторник. Рабочий день. На улице сказать прекрасная погода это ничего не сказать. В общем, светит солнышко, конечно же. Но ветер просто. Идёшь, я хотела видео на улице записать, но невозможно идти вот так волосы и шуму, мне было бы ничего слышно. Так, сегодня у меня две девочки. Я работаю после обеда. Две девочки. Маникюр. Педикюр сейчас будет. И потом будет просто маникюр. Так, что хотела сказать. Забрала я свалберис. Сейчас покажу всё. Торчат антенки. Волосы растут. Сейчас переоденусь и, наверное, покажу, если успею перед клиентом. Успею, наверное. Сейчас быстренько. Так, по-быстрому покажу. Я уже повскрывала, чтобы не шуршать. Взяла вот такой клинсер. Да, девчонки его хвалили. Взяла по отзывам. Так как, ну, я говорила уже, что я пользуюсь вот таким спиртом. Фокусируйся. Но его здесь в России не достать. Ну, хотя можно, конечно же, но у меня уже последняя бутылочка. Взяла на всякий случай, потому что всё-таки думаю, что мне его привезут. Ну, будем пробовать. Не знаю. По совету девчонок я взяла себе топы. Взяла. Извините, понимаю, что шуршу, но по-другому никак. Взяла себе топы. И вот ещё девочка мне написала, что Луи Филипп антивандал. Но я знаю, что он густой. Я так не люблю сильно густые топы. Так, смотрите. Взяла вот такой топ по совету. Сейчас попробуем. Ой, блин, он закрылся. Ой, жиденький как. Вот я люблю. Смотрите, да? Красота. Так, надо сразу закрыть. Я такая, что могу. Вот такой. Global Fashion. Ой, тоже жиденький. Слушайте, вот всё, как я люблю. Вот какой мне сегодня используются. Как раз у меня девочка придёт и Кадиллак. И девочка придёт сегодня, я буду пробовать. Ну, Кадиллак тоже такой. Вот этот идёт без ультрафиолета, Кадиллак. То есть он для чёрных хорошо будет. Покажу ещё разок. Ну и тут. Та-та-та-там. Сейчас покажу. Базу. Наконец, последнюю, надеюсь. Смотрите, блин, конечно, густущая. Она голубоватая. Сейчас мы поближе поднесём. Зафокусируем. Ну, фокус. Вот. Видно, да? Сейчас я выкрашу клиент, когда уйдёт. Может, на горлышке? Вот. Я её буду переливать в баночку. И сегодня, девочки, я написала ещё раз менеджеру по вот этой фирме Биотек. Так как я делала заказ, я делала фрезы и попросила у них ещё раз скидку. Она говорит, ну, пока временно мы не делаем скидки, но хотим возобновить. Я говорю, так как я собираюсь сделать обзор, я говорю, девчонкам моим было бы очень хорошо получить скидку в 15%. У меня она есть, эта скидка, но я не могу вам без их разрешения её дать. Но они сказали, хорошо, в ближайшее время мы вам восстановим. Поэтому я всё-таки дождусь, когда они мне сделают скидку и сделаю полностью обзор. Я ещё положила в заказ полигели. У меня тоже девочка просила, сейчас я переключу камеру, давай. У меня девочка просила сделать обзор, не обзор, а показать работу с полигелями. Вот, поэтому я, наверное, это всё в единой сделаю. Так что вот так. Волосы, конечно, у меня просто, видите, мой стилист. Ой, что хотела сказать. Я записалась в парикмахер, ещё неделю назад. Буду, я всегда раз в 3 месяца хожу, крашу волосы, делаю артаж себе. И вот уже несколько раз, когда я красилась, не подстригала волосы. У меня всегда было коре. Вот так. Коре. Не видно. Коре и челка вот так. Но я не подстригла, что-то решила, типа, отрастить или что, не знаю, что-то у меня в голове появилось. Вот. И она говорит, давай не будем, что обрезать, отрастишь. И я записалась, я делаю уже второй раз себе ботокс-волос. Девчонки, в линии, тот, кто будет делать этот ботокс-волос. Я бы показала в фотке, но у меня инстаграм сейчас не работает. Уже вторую неделю я так бы сторисы показала бы своим, ставила бы. Вот. И там прям волосы классные. Настолько их помыл, говорится, тряхнул, и они ровненькие. Так как у меня волосы пористые, за счёт того, что я блонд, крашу всегда. Вот. И так что у меня до 3-го числа такая диремма подстричься, либо отрастить свои три волосины подлиннее. Ну вот муж и дочь говорит, как хочешь. Я вообще всё равно я понимаю. А я не знаю. У меня такой вопрос в будущем. Мама говорит, да, тращивай, вот так дулечку сделаю. Мам, ради красивой заколки тоже не хочу. А сестра у него короткая стрижка. Она говорит, да, ты трешки их уже, что ты голову морочишь. Так что, от 3-го числа я подумала. Ну вот, сейчас ко мне подойдёт клиент и будем работать. Девочки, простите, я понимаю, что я смотрю совсем другую камеру у меня здесь, а я смотрю посерединке, ну, простите. Слушайте, забыла вам показать. Ещё думаю, чего-то не хватает. Сейчас скрыла её. Заказала себе вот такую эластичную базу для педикюра. Пикнейл, Дэнс Бэйс. Она идёт жидкая. Вот. Производитель. Вот состав. Она идёт жиденькая. Она вообще классная для педикюра. Надеюсь. Так хвалю, как будто пробовалась. Сейчас я буду её пробовать, наносить, как она относится. Но её очень хвалят. То есть, на педикюр никаких, вы знаете, никакого выравнивания, никакого геля, полигеля, никаких наращиваний, доращиваний не должно быть. Так как, ну, капец. Сейчас я тоже переключу камеру и расскажу вам. Ну, вот. На педикюре, в педикюре мы используем только тоненько базу. И она должна быть эластичной. Никакие харды, никакие гелии, полигелии, ничего не должно быть на ногтях. Объясню, почему. Опять, в них туда смотрю. Объясню, почему. Вот наш негай, мы его сделали. Ну, сейчас у меня жестко. Мы сделали жестким, да? Клиенты, как правило, не подвязают. Ну, как правило, не подпиливают, не обвязают. Они ждут, когда придут на педикюр через полтора месяца, да, и мы все сделаем красоту. Смотрите, идет давление на ноготь. Когда эластичная база, она сгибается, да? Ну, она сгибается за ногтем туда-сюда. А когда идет, ну, максимум может ток потрескаться, если вы не используете какой-то тоже жесткий ток. А если мы используем жесткий материал, обувь у нас тесная, все равно отрастает ногтевая пластина, идет давление. В лучшем случае будет онихолизис. А в лучшем, не знаю, можно потерять, это правда ноготь, потому что не раз уже я видела это, когда девчонки приходили, не отрастали, там тона материала на них была, еще выравнивающим слоем, чтобы блики были. Вечата, поверьте, мы не ходим, никто не ходит и не смотрит на блики. На блики на руках даже не смотрят, но это какие-то придирчивые. Клиент не пишет, придет с ребенком. Ирина, уберите конфеты. Так что, вот так вот я, что хотела рассказать, поэтому взяла вот эту базу. У меня есть скотч, который мне очень нравится, но вот это вот еще тоньше, будем пробовать. Я говорю, нет, не хочу. Я говорю, что вы будете там делать? Она говорит, в динамике этот, анализы сдадите. И говорит, «Светлый день, но это не хочется, сломана я сердце, а вот он отмочен, сердце, это знаю, это грустное дождь, это грустное дождь». Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Цвет был Дива 38. Очень красивый. Это классический, фокусируйся. Классический красный цвет. И топ был Global Fashion. Мне понравился, он такой жиденький. Не совсем как вода, но жиже среднего. В педикюре у нас была база Пикнейл, цвет Адамант 02 и все тот же топ Global Fashion. Все, я отпустила первую свою девочку. Мы с ней сделали маникюр-педикюр. Педикюр был экспресс-педикюр, просто пальчики. В принципе, ничего такого сложного не было. Ну да, кожа такая резиновая была, единственная. Ну и так, в принципе, все. Хотя я подустала, честно скажу. Вот мы выполняли два часа. Наверное, из-за того, что она пришла с ребенком. Вроде бы тихонько там сидел. Ну как тихонько? Играл, громко выиграл. Покрикивал. Я даже маникюр делаю, он что-то вкрикнул. Я аж вздрогнула. Ну, это просто капец какой-то. Вот. Ну, говорю, у меня взрослые детки. За счет этого, наверное, я давно уже отвыкла, в общем, от детей маленьких. Вот. Прямо аж усталость. И надо, наверное, после таких процедур энергетики пить. Чтобы энергия возвращалась к нам. Ну, еще дитя немножко подкашливала. Так, схрип отцовый, прям оттуда, откуда-то. Я включила рециркулятор. Что я хмурюсь всегда? Рециркулятор включила. Ну, кто его знает. Я живой человек. Все мы люди живые. Ко мне паста. Я на камеру, зараза, липнет. Так что вот так. Скажите, девчонки, вы принимаете клиентов с детками или нет, прям категорически? Я как-то, я вообще не принимаю с детьми. Но мне не хватает, наверное, жесткости сказать нет. Что вот она хотя написала мне за полчаса, Ирина, можно прийти с ребенком, никому, ну, негде оставить. Вот. И я, нет бы мне сказать нет, не принимаю жестко. Я, ну, хорошо. Как вот вы относитесь к такому? Иногда вот даже приходят и не спрашивают. Вот есть у меня одна клиентка, она приходит с дочкой, она даже не спрашивает. Они заходят вдвоем. Здрасте, здрасте. Дочка там, по-моему, старшая в группе в садике. Заходят, да, постоянно, да, вы знаете. Мама, ну, а вот этот цвет, а вот этот, а вот этот, а покажи у тебя. И вот постоянно на ее дергает, дергает. Вот. Как вы к клиентам-то к таким относитесь, которые с детками приходят? Ну, у меня, конечно, тут зону-то нет ожидания. Я плохо, но не могу отказать. Ладно, жду клиента второго и покажу вам, что делали с семьей. Меня просили показать жесткие полигели, кадиллак, как они в жесткости, как арку держат. Сейчас будем тестировать. Номер девять. Очень красивый. Очень красивый цвет. В общем, смотрите, если его не перемешивать, он вот такой. Если его перемешаешь, пигмент, он будет, видно, он будет, в общем, блядь с кучей. Два в одну. Свойства от этого не меняются. Видно уже, да? Смотрите, блестит здесь. Он жидкий. Сейчас я все покажу в сравнении. Сейчас я его размешаю. То есть, если вы хотите сегодня один, завтра в лес кучей, будем тестировать вот на таком. Сделаем, как будто выравнивание, да, у нас. Ну, конечно, тут такой слой, слоище. Я думаю, что так никто не делает. И просушим. 60 секунд. Сушим, сушим, сушим. Ой, надо было арочку. Ну, сейчас вам арочку уже в другом покажу. Так, просох. Просох везде. Теперь смотрите. Его я не могу согнуть? Видно, как я-то... Короче, в общем, он такой жесткий. Вы видите, да? Я не могу его согнуть. О, согнула. То есть, он вот при обратном только ломается. Ну, надо постараться, чтобы его сломать. Такс. Теперь его же сейчас попробуем, как будет держать нашу арочку. А арочку, арочку, давайте так попробуем тоже. Арочка же у нас тоненький слой должна быть, да? Создаем типа арку. Лужа. Лужа. Сушим, сушим, сушим. Так, сколько там? Давайте на 15 секунде. Я думаю, будет достаточно. Вообще, арку поджимает, когда идет тепловой эффект начался. Ой, сейчас как я подожму. Ой, 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 он слез уже. Отпустись. Хотела показать арку. И досушим дальше. Смотрите, он просох. Представляете, он просох за какую-то долю секунды. Так, ну все, достаю. В общем, просох он отлично. Арку будет хорошо держать. Девчонки, не разгибается назад. Ну, конечно же, это не гель-полигель. В общем, я вам показала. Так, и покажу сейчас тогда. Ну что ж, я достала-то и вверх покажу, как он будет. Чушь, я его зря доставала. Какой красивый. Давай. Сейчас мне нужен и тоненький слой. Его сделаем. Ну и пусть тоненький посмотрим. А, не хочет. Не будем мучить. Сушим, сушим. Да, епарис, это не достает. Сейчас я вам покажу разницу. Гель. Возьмем мы Космопрофи. Жидкий гель и базу. Я вам покажу разницу, чем отличаются они. База у нас средней консистенции. Гель. Ну, все знают Космопрофи консистенцию, да? И вот такой гель. Как мы проверим? Видно хоть? Да, видно. Думаю, что с кадра убегаю. Возьмем. Блин, я же его тоже разбавила, слушайте. Сейчас я возьму другую. Слушайте, я же как перепуганная, все начала разбавлять. Возьмем вот так. Гель. Жидкий полигель. И база. Что-то мы его база взяла. Не тупо, Суфер. Ну, она такая плотненькая, да? Видео я ускорю. Видно? Потрясла? Видно разницу, да? То есть, жидкий полигель. Он прям жиденький. Для тех, кто любит пожиже. Этот. Потом уже идет гель. На цвета мы не смотрим. Мы смотрим именно на консистенцию. Вот кто у меня хотел спросить. Вот, пожалуйста, я наглядно вам показала. Так, ну что? Это все просохло. Сейчас мы тут похиничим. В плане вытрем. Все просохло. Сейчас, попросту, простите. Все просохло. Ой, как он сверкает. Ну, и так тоже самое. Блин, он такой. Ну, видно, да? Что я его не могу только ломать. Он прям надо потрудиться, девчата, чтобы его сломать. Мне еще тут порезалось так больно. Больно мне. Ну, в принципе, все, что хотела я вам показать. Я показала. Сегодня новый топ попробуем, который не должен шоркаться. Все, я закончила на сегодня. Отпустила вторую девочку. Мы справились с ней за полтора часа. Ну, все нормально. У нее был в прошлый раз укрепление к ригелям. Все отлично относилась. Ой, сейчас стилизуются инструменты. Драйв пол. И иду домой. Завтра я работаю с 9 утра. В 9 и в 12 у меня клиент. Всем пока. Всем привет. Новый день. Погода на улице просто обалденная. Небольшой ветерочек. Садик. Небольшой ветерочек. Ну, блин, так классно. Будет сегодня тепло-тепло. Я, правда, в кофте иду. Ну, ладно, утро. Еще 9 нет. Ну, прям очень хорошо. Сейчас приду домой. На работу домой, говорю. У нас тут в колесадничках всякие цветочки растут. Красота. Лилии. В полире поснимаюсь. Так, соседи. Я уже пришла на работу. Сейчас с соседом в лифте столкнулась. Такой недовольный. Мурый. Думаю, блин, утро. Вы чего такой недовольный? Что такое с людьми? С утра. Ладно, вечером. После рабочего дня. С утра надо улыбаться. Хорошая погода. Он такой прям хумурый. Прям недоволен. Так что вот так. Погода классная. На улице хорошо. Показала вам палисадничек. У нас здесь красиво. Бабушка с дедушкой. И прям работают над ним. Ковыряются постоянно. Так что вот так. У меня сегодня утром началось. Утро началось с тряпки. Я пошла умываться в ванну. Захожу в лужу. Ёпрости. У меня кошка и собака же. Захожу в лужу. Купила, значит, я коробку кошки. Раз в полгода меняю коробку ей. А, видать, купила маленькую. Она лапки-то поставила. А жопка свисает. Ну, я, видимо, для котят купила. Вот сегодня пойду это. Ну, чего ее ругать, да? Сама ворона купила такую коробку. Она у меня здоровая кошка. Это веслоухая. Я уже сначала думала старая. Ты говоришь, уже стала. Ей 14 лет потом. Да нет, наверное. Она у нас как бы не гонит. Не поганивает. Ну, вот, сегодня после работы пойду в ЗО. У нас тут недалеко. Пойду и коробку куплю. А то начала мыть, да. У нас мы, девочки, как только перчатки, тряпки одели, все. Короче, я вымала пол. Ну, понятное дело, разными тряпками. Вымала унитаз, вымала раковину. И как пошла, пошла. Говорю, ёпрости, Таира, остановись. Надо умываться и на работу собираться. Так что сегодня утро началось тряпки. Ладно, сейчас, девочки, переодеваюсь. И уже скоро клиентка придет. Не будем снимать. Вот так сейчас. Ну, тут, блин, фиромантия. Ага, ну, вот эти, да, да. Ну, закрутились немножко этот. По длину берем? Чтобы они немножко... Ну, цвета только вот эти есть. Больше нет цветов. Да. Все, отпустила одну девочку. Мы с ней сделали маникюр. Было у нас гелевое укрепление. Поднимали все кончики. Ой, поднимала гелем. Значит, сейчас покажу, чем работали и расскажу. Значит, не пойму я, в чем дело. Сейчас буду писать на фирму Биотек. Может быть, так совпало. Я разбавила гели. Но не все, конечно. И они начали очень жесть, как печь. Вот хочу им написать, потому что я всегда делаю силкар. Я работаю силкаром. Никогда не пекло. Она вам еще говорит, блин, что такое? И вчера делала девочки. Ладно, разовая. А я вчера девочки тоже делала. И разбавила, получается, тоже Биотек. Ну, картовскую базу номер один. Она такая, какая жиденькая стала. Но она прям вынимала, аж вырывала оттуда. Говорит, блин, что такое будет всегда? Я всегда ей делала это первым номером. Я думала, лампа. Поменяла лампу у меня новую. Нифига. Она говорит, нет, уже сам. Беру гель другой. Я его тоже разбавила. Короче, три геля взяла. Они все пекли. И вот сейчас буду, сниму у себя на руке. Попробую разбавленный, не разбавленный. И я не пойму, в чем дело. Если это разбавитель, буду им писать. Сейчас я им напишу. И будем разбираться. Так что, девчонки, пока не берите разбавитель. То я всем насоветовала его. Хотя, вот кто брал уже, мне девчата говорят, классно. У меня так тоже мастера испитуют. Классно. Говорят, такое классно разбавляется. Все хорошие. Я не пойму, в чем дело. Сейчас буду на себе испробую. И напишу им, почему вызывает именно тепловой такой эффект. Ой, ладно, жду клиента, пью чай, потому что, наверное, даже не успею чай попить. Осталось питаться. Покажу вам, что делаю. У меня была, сейчас девочки делали, Glossy Fluid. Цвета, как я сказала, да, это силкаровские все. Силкар. Получается, я сначала сделала ей пинг. Ну, смотрите на этот. Пинг сделала. Говорит, что она, говорит, не пойму, Ирина, в чем дело. И достала коверлайт. То же самое. И достала милк. То же самое. Она говорит, какие мы всегда делали. Делай им им. Я говорю, вот, мы делали им. Причем, я его уже разбавленной ей делала. Девочки, не пойму пока. Сейчас буду разбираться. Так, цвет Аллилуйя. Выбрали вот этот. Под номером два. И топ у нас был Global Fashion. Поверечек такой красивенький. Так, ну все, ждем вторую клиентку. Я закончила. Закончила, отпустила девочку. Вообще на сегодня я свободна. Время час. А я уже закончила. Слушайте, как классно поработал с утра. И домой пошел. Блин, кайф. Мы справились за 40 минут с девочкой. Ножки были, не скажу, что сложные. Но у нее нет подкутикульного пространства. То есть я туда вообще не залезть. И не пододвинуть саму кутикулу. Я ее просто убирала цилиндром. Убираю. И потом срезаю шариком. Но чуть, чуть неправильно сделаешь. У нее начинает кровить. И кровь чуть ли не хлещет. Вот. И, понятное дело, подкутикулу мы не покрываем, а покрываем встык. Ну, девочка довольна. Пошла домой. Я тоже довольна. Если так, говоришь, что я довольна. Вот. Сейчас покажу, чем мы работали. Значит, база у нас была пикней. Ну, коврю мне понравилось. Она единственное, не смотреть на запах. И она с желтоватым оттенком. Ну, говорю, кислотная. Ну, в тоненький слой она очень даже хорошо. Для педикюра ее. И я единственное, что я снимаю липкость. Чтобы липкость... Ну, кто его знает, как она даст реакцию. Вот. Топ. Ой, база. Цвет был 191. Очень красивый. Камера его врет. Он такой красивый. Фуксия. Ну, камера даже вот бирочку показывает оранжевый. И топ надо заканчивать. Нейл Профессионал. Забыла показать, что у меня сегодня девочка-клиентка. Вот я уже в 9 приняла. Дала мне шоколадку. Чтоб я добрая была. Я вообще очень добрая. Не злая. Но. 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 Что-то я, говорю, прям подрастроилась с этим разбавителем. Ладно. Будем разбираться. Сейчас они разберутся. Надеюсь. Может, партия какая-то попалась. Косячная. И они мне возьмут и сделают промокутво. Ладно. Пошла домой. Знать, я вот сидела сейчас и думаю, как можно проверить тепловой эффект. Сейчас я покажу, что-то я тупанула. В общем, в типсу. Да? Вот так вот делаю. Ну, типа выравнивания. Ставим лампу. Ставим лампу. Знаете, да, на 45-й секунде вообще печет. 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 Сейчас я проверю. Так, вот там и выкидываю. Кстати, вот так на жесткость тоже можно проверять. Сейчас проверим, который лайт. В лайт я добавила светоотражайки. Блин, какой он красивый. Сейчас лайт проверю. Его я не разбавляла. Сейчас так же горочку. Причем, вы заметили, да, что моментом сохнет. И он в реальности, я проверяла на жесткость. Блин, какой он. Ну, после разбавителя поменял он что-то. Свойство или нет? Девчонки, он такой жесткий. Просто капец. Как будто бы я полигель сгибала. Так, вот здесь проверяем. Ну, есть такое чуть-чуть тепло, но... Чтоб капец. Да, тепло тоже. Так, я не поймусь, что за ерунда. Ну, тебе прям вообще капец, как и куло. Мы шланг по другому взять. Сейчас проверю. Не просох, конечно, потому что я сушила тут 20 секунд. Так, сейчас попробую, девочки, взять другую лампу. Достала я, значит, свою сторожку. Я и пользуюсь, и на педикюре она мне очень нравится. Ой, е-мое. Вот такая вот беда. Сейчас будем использовать ее, пробовать. Эксперименты. Включайся. А, ой, тут так не светит, как там. Я еще думала, что не горит. Этой лампе у меня две недели. Может, какие-то лампы косячные. Нет, тепла вообще нет. Я проверяла же тоже на новый. Нет? Так, легкий. Шок. У меня уж это лампа. Ну, это прям, все, все горят, но она прям слабенькая. Сейчас, блин, с темпорезом, все, закончила. Ну, конечно, она даже так не сушит, как-то. Там вообще ядерная. То ли она ядерная. Сейчас я и пробовала на пониженных там. Сейчас мы покажу. В общем, я сейчас мучу. Смотрите, как по-разному горят лампы. Давай включим. Даже если я здесь сниму. То ли она такая бешеная у меня. Но я же. Я-то пользовалась вот этой. Слушайте, ну капец, да? Неужто это лампа? Ну да, она прям ядерная. Но я и сушила свои ногти. Ну нет. Вытащу, да и вытащу. Нет, ну я думаю, что это не из-за лампы. Ну вот даже видно, да, диодики. Тут фиолетовые. Тут тоже фиолетовые, но эти с красна. Вот тут. Ой, буду разбираться на себе. Сейчас все. Закончу и буду уже, наверное, все-таки разбираться. Может быть, и даже этот ни при чем разбавить. Я тут пургу нагоняю. Буду сейчас, говорю, разбираться, сидеть. Все, мы уже едем домой. Муж нас решил отвезти. Машина, чтобы не стояла. Хотя можно было и машину поставить. Но, честно говоря, лампы такие были. Думаю, пусть он нас возит. Мы тут с собакином сидим. Набралась, сходила я в фикс прайс. Сходила в фикс прайс. Набрала всяких лоточков, органайзеров. Буду там завтра перебирать. Забыла, блин, отпариватель. Хотела еще... Как сыщь, чтобы солнце не носить ее. Хотела отпариватель взять. У меня дома есть такой ручной. Небольшой. Есть, но есть маленький еще. Ручина, кстати, вообще классная. Не помню, кто мне его дарил. И хотела шторы поменять. Ну, посерать. И думаю, блин, разглажу. Муж уже такой, не буду я возвращаться. Давай, возьмешь водой, побрызгаешь. И они, короче, отвисятся. Так что вот так. Сейчас заедем еще мясо возьмем. Курицу он не захотел, бессовестный. Я больше курицу люблю. А он говорит, нет, все, надоела твоя курица. Будем есть свинину. Так что вот так вот. Поехали мы. Сегодня, говорю, у нас муж-водитель. Мы приехали. Добралась до своей теплицы. Ну, еще даже не переливалась. Сейчас покажу вам. Начнем с малого. С теплицы. Сейчас переселкну камеру. Она у меня такая большая, 6-метровая. Помидорки. Ну, говорю, это не ногтевой, конечно. Бублик. Не ногтевой канал. Здесь у меня, это, господи, горошек. У меня любят горох. Прям вообще здесь прядка такая гороховая. Здесь тоже огромнейшие помидоры. Они вот прям, ну, не с меня, конечно. Ростом, но помидор у меня так достаточно. Здесь огурчики. Видно уже плоды. Мы уже собирали их. Это зазоли, которые салатные, длинные. Сейчас покажу. Китайский я посадила. Еще ничего не полила. Блин, а где эти китайские? Ее просто. Это я прям видела. Что-то съела уже. А, вот он. Страшненький такой. Страшный, страшный. Еще не поливала. Вчера, видать, муж только полил. Вот. Ну, а здесь обычные, простятские. Здесь тоже помидорки. А здесь маленькие помидорки. Не то, что маленькие, а не высокие. Ну, вот мы сделали посередине грядка. Мне прям очень нравится. Потому что там, когда жили в Казахстане, так сделали. Что здесь? Ну, единственное, что муж сделал. Это, кстати, лисемица. Здесь укроп уже перерос. Я его оставляю. Потом обрываю и замораживаю вот эти стебли. Очень классно. А потом, когда варишь мясо, вкусно. Здесь петрушка. Здесь еще раз укроп. Надо пролить все. А здесь посажена еще петрушка. А на улице лук и сельдерей. Лук мы тоже привезли свой из Казахстана. Он классный. Прям такой плоский лук. Очень вкусный. Он долго остается вкусненький. Ну, вот. Начала с малого. Показала вам свою грядку. Здесь чуть-чуть. Видно краешек. Это там баня. И я называю гостевой дом. Вообще, это летняя кухня будет. Здесь стройка дома. А здесь такая бочка. Мы поливаем. Там муж у меня траву косит. Ой, в общем, всем хорошего настроения. Настроение у меня, кстати, такое хорошее. Я уже мясо замариновала. Погромче, да, буду говорить? Мясо замариновала. Немножко, конечно, подрастроилась с этим. Сегодня целый день с этим, господи, расправитель, как я сказал, с разбавителем. Мучаюсь, мучаюсь. Но, вроде как, они мне написали, Ирина, эту партию. Мы сейчас проверяем. Конкретно мы ее отправили только мастерам. Я говорю, ну, спасибо. А партия, которая на Валберис ушла, она хорошая. Девочки, пользуйтесь этой партией. Озон Валберис. Ну, что на маркетплейсах хорошая партия. А здесь мы пока разбираемся. Я номер им это слава. В общем, сейчас будет прозванивать всех мастеров. Как у них, как что. Но пока только первый мастер я повозмущалась. Может быть, лампа. Я такая косячница. Может быть, лампа. Ой, ну, буду смотреть сейчас с выходной. То, что завтра я собралась. Говорила же, да, драются окна. Тут уже с мамой договорилась. Говорю, мама, я тебя привезу. Она прям очень любит у нас находиться здесь. Она говорит, я приеду. Точнее, я ее привезу. Она будет венит резать. Завтра я вам покажу. Немножко выйдем за забор. У нас там сразу лес. Покажу вам красоту, которая у нас за забором. Ну, все. В общем, всем прекрасного вечера. Мы будем сегодня жарить мяско. Пользуемся разбавителем. Все нормально, как куплено на Валпере и Озоне. Так что, девочки, всем прекрасного настроения. Всегда улыбайтесь. Не как мы все сегодня в лифте. Всем, в общем, улыбка, что говорят. Улыбка добавляет, ну, как жизнь, да, добавляет. Поэтому всегда улыбаемся и с хорошим настроением. Всем пока.